Всем привет, друзья! С вами снова Александр и компания Изи Волкер не перестает радовать нас какими-то новыми модельками своих колясок. Если вы смотрели мои обзоры на коляски от компании Изи Волкер, вы увидели наверняка там, что я очень тепло отношусь к этому бренду. Не потому что они мне там что-то занесли, а потому что мне лично очень нравится. Я младшего тоже вожу в Изи Волкер коляски. И мне очень нравится цена, качество, соотношение у них просто великолепное. Сейчас чуть-чуть ситуация поменялась, цены поднялись, но сейчас поднялись цены на все. Это вот такая вот у нас чудесная страна. Все происходящее сейчас, все этому способствует. Но от этого само качество колясок не пострадало. Естественно, они становятся только лучше, расширяют свой ассортимент. И сегодня мы посмотрим на колясочку, которую бы я взял с удовольствием младшему, если бы я перед тем, как это появилось, уже не взял другую. Мне очень понравилась эта колясочка. Она называется у нас Mini By Изи Волкер Buggy Snap. Такое длинное полное название. Эта колясочка прекрасно подходящая для путешествий, для наших теплых регионов. Благо в России тоже есть места, где тепло и хорошо. В принципе, она хорошо подходит на круглый год. Вот только снег. В снегу она едет плохо. Ну, естественно, по тотальному бездорожью на таких колясках суваться не стоит туда. Поэтому в разумных пределах городская хорошая, спокойная эксплуатация будет везде. Ну и подмечу, путешествовать с ней вообще одно удовольствие. Ну, это вы сейчас увидите, почему. Так, вообще это Нидерланды, если вы не в курсе. Производитель дает у нас гарантию 1 год. Вес коляски у нас 8,2 килограмма. Это не самая легкая коляска, но она близка к обычным, по размеру для ребенка, к обычным всесезонным коляскам. Поэтому ей 8,2 килограмма можно простить. Это здесь уместно. Так, 47 сантиметров у нас колесная ширина, база колесная по ширине. Поэтому вы везде спокойно проедете. И что говорит о ее хорошем запасе прочности, она выдерживает ребенка в 22 килограмма. Это на самом деле неплохо для такой малютки. В принципе, не малютка, но она такая, не самая крупная. Смотрите, сверху вниз начнем ее изучать. Ручка у нас здесь обита очень качественной эко-кожей. Прострочка таким ромбиком. Все так дорого-богато. Вообще вопросов нет. Так, что касается козырька. Козырек у нас здесь регулируется тихим механизмом. Его, в принципе, вообще не слышно. Ну, какой-то звучок есть, но ребенка это пугать не будет. Можно вот эту дополнительную секцию закрыть, если это кому-то надо. Здесь по бокам вот сеточка сделана. Вот, поэтому козырек, в принципе, достаточный для подобного рода колясок. Это нормальный, хороший козырек. Вот, что касается сидения. Сидения тут, чем мне нравится? То, что у них жесткие, хорошие спинки с качественным, хорошим, мягеньким матрасиком. Подушечка под голову есть. Полноценное, нормальное, большое место для ребенка. Широкая она. Пятиточный ремень, кстати. Что касается безопасности, с мягкими накладками везде. Бампер у нас тоже сделан из эко-кожи. Он откидывается, как калиточка. Все четенько. Для любителей машин мини от BMW. Вообще они хорошо подходят. Вот, даже с их значком. И, соответственно, регулируется подножка, ступенька, чтобы ребенок мог взбираться. В общем, все такой классический, нормальный набор нормальной, хорошей колясочки. Что хочу особо отметить. Мне очень-очень нравится ткань. Это вот одна из моих любимых тканей. Это типа мешковины. Такой уютный, классный. Такой диван, знаете. Это что-то вот наподобие. Мне очень заходят такие материалы. Они, кстати, достаточно практичные. Долго не изнашиваются. Товарный вид держит, как говорится, долго. Так, давайте посмотрим у нас, что здесь с рамой. Рама у нас, естественно, металлическая. Как без этого? Подгонка деталей. Вы знаете, вот Изи Уолкер один из тех брендов, которые вот еще самых-самых старых моделей, которые я помню. У них подгонка деталей была практически эталонная. Они как-то так все это выверяют, что вот туда даже вот только листик можно вот как-то попытаться просунуть. И то не везде. Поэтому сборка офигенно, качественно сделана. Вообще вопросов нет. Колеса, естественно, здесь не надувные. Просто полиуретан с амортизацией. Амортизация и сзади тоже у нас есть. Вот, поэтому все четко. Тормоз у нас нажали. И вот было бы супер круто, если бы мы еще раз нажали, он откинулся. Нужно чуть-чуть снизу надавить, и он отстегнется. Но в защиту этой педальки, скажу, снизу резиной обтянута педалька, поэтому меньше шансов повредить свою обувь. Вот в этом плане вот подумали. Вот видите, мелочь, но очень классно. Регулируется спинка у нас вот таким образом на ремешках. Здесь у нас есть возможность откинуть вот эту секцию. Вот так раз. И на магнитиках все держится. Вот все по-человечески, все дорого-богато. Так, давайте теперь посмотрим, как она складывается. Потому что такие компактные колясочки нужны нам для путешествий, для нашего же удобства. И чтобы сложить, здесь вот снизу кнопочка, я нажимаю и большую кнопку. После чего перетаскиваем вперед, и она сама себя дальше уже складывает. Вот, собственно, все. В сложном виде колясочка, компактненькая, аккуратненькая. В багажнике места много не занимает. Хорошо летать, путешествовать. Поэтому она идеально подходит для таких целей. Чтобы ее разложить, просто так и фиксатор. Убираем. Все, она дальше сама будет раскладываться. Чтобы понять, что она разложилась, будет два щелчка. Колеса и потом вот в середине рамы. Собственно, добавить мне больше нечего. Повторюсь, очень уважительно, тепло отношусь к бренду Изи Уолкер. Сам ввожу ребенка младшего. И ввожу по той причине, потому что мне нравится. Мне очень сложно к ним придраться. Сейчас подросли цены. Ну, на что они не подросли, извините. Продукты. Все подорожало. Такая жизнь сейчас. И они не могут оставаться дешевыми, относительно, конечно. Учитывая экономическую ситуацию. Но очень качественно, очень хорошо сделано. Вы все видели сами. Поэтому я от души рекомендую обратить, как минимум, внимание на такую колясочку. Вообще на бренду Изи Уолкер. У них несколько моделек в этой теме путешествий. Изучите, посмотрите. Я думаю, вам понравится. А если обзор вам понравился, то поставьте свой царский лайк. Обязательно подпишитесь на канал. Это помогает развитию канала, чтобы я больше мог делать вам обзоров. И хочу пожелать вам хорошего, грамотного выбора коляски для вашего ребенка. И всего доброго. До свидания. До свидания.